Всем привет! Как многие из продвинутых чуваков уже знают, 5 июня, то есть совсем недавно, YouTube перевел все каналы, принудительно все каналы, на новый дизайн самого канала. Кому на самом деле неинтересно об этом, выключайте видео, потому что вам неинтересно, потому что я буду рассказывать о том, что я думаю по поводу нового дизайна, и что в нем есть хорошего, что плохого, и может вы что-то новое для себя узнаете. Значит так, заходим мы на YouTube и... Стоп, давайте так. Сначала я расскажу о новом дизайне со стороны пользователя, который подписывается на канал и смотрит ютуберов, а потом уже со стороны ютубера, о том, как оно для канала ДСС хорошо, например, что оно для себя представляет. Тогда вот так. Заходим мы такие на YouTube. Здесь вот всякие подписки, мои подписки, вот я иду... Блин, да где же канал-то? Вот, да здесь хорошо. Мне тут проще будет рассказывать. Значит так, если раньше канал сам из себя представлял... Ну, те, кто помнят наш сайт до этого, канал из себя представлял такой вот свой мирок со своей шапкой, со своими ссылками, со своим фоном, и пользователь заходил туда, и как бы... и как бы все, он находится вообще полностью вот в мире этого канала. Теперь же YouTube, скажем так, решил напоминать людям, что YouTube это тоже социалка, где есть люди, которые... которых объединяет то, что они смотрят видео вместе все. Поэтому вот здесь вот находится ссылка на свой канал, всякие истории просмотров, здесь куча подписок всяких, здесь находятся похожие каналы, те рекомендованные каналы, которые вот этим пользователям рекомендованы. Здесь вот чуть-чуть вот посерединке вот эта вот часть, это то, что, собственно, представляет из себя канал. Он совершенно стал частью дизайна YouTube, и вот это вот страничка того человека, на который ты зашел. Все из индивидуального дизайна сейчас вот... Все, что может поменять на YouTube человек, это вот это вот. Скажем так, я подписан, как ни странно, на канал ДСС хорошо, удивительно. Вот. Но... не но, а просто. Что для меня представляет главное окошко? Это рекомендованные мне к просмотру видео, почему-то в порядке 226, 227, 224, 225. Я не знаю, видимо, он считает, что... YouTube так считает, что мне приятнее будет смотреть. Недавные действия канала, то есть... Вот залили мы видео, вот понравилось нам видео. Вот то, что я недавно посмотрел с этого канала. Я недавно посмотрел выпуск 229. ДСС хорошо, классный, кстати, очень полноприводный поп называется. Вот. Вот. То есть вот это вот окошко, которое мне, как подписчику, скажем так, показывается. Если я вот сейчас возьму, отпишусь от ДСС хорошо за шутки про гимн Казахстана. Вот. Обновляем. Мне первое, что появляется, вот так называемый трейлер. ДСС хорошо, трейлер представляет собой... Это просто последний выпуск, который сразу сам запускается и начинает орать. Кстати, это достаточно бесюче, когда что-либо запускается. Я, кстати, ненавижу сайты, на которых играет музыка сама по себе. И вот за это же я, например, не очень люблю сейчас эти трейлеры. Они самостоятельно запускаются и начинают орать. Ну, не суть. Если я не подписан на канал, вот у меня такой трейлер. И, ну, грубо говоря, вот я понимаю, что из себя представляет этот канал, и там уже решаю. О, да, нормально, этот чувак похож на меня, подпишусь-ка я на него. Он мне нравится. Так, сейчас я перезагружу. Я вот теперь подписан на этот канал в конце концов. Вау, у меня все равно трейлер показывает. Ну ладно, не суть. Здесь сами уже ютубчики добавляют, что они хотят видеть. Здесь достаточно удобные вот эти вот полосочки, на которых я вижу вот всю активность канала. ДСС хорошо. Я вижу понравившееся этому каналу видео. И я, в принципе, если очень заинтересовался, то могу пойти в информацию, посмотреть, что там у них за ссылки, что у них там еще присутствует и так далее. То есть, ну вот, основная идея, которую новый дизайн ютуба хочет, скажем так, преподнести людям. Это социальная сеть. Социальная сеть людей, заливающих и смотрящих видео. И уже здесь внутри есть и истории просмотров, и твое взаимодействие с тем, на кого ты подписан. И вообще все достаточно, достаточно, короче, мило. А теперь мы посмотрим на новый дизайн канала на ютубе со стороны человека, который регулярно заливает видео. То есть, ну, ютубера самого. Ну, то есть, например, нас. Ну, лично тут только я присутствую, но вот мы те люди, которые занимаются Dessys Хорошо. Так, мы для этого идем. Вот здесь я залогинен через Dessys Хорошо. Скажем так, мне, как ютуберу, в принципе, не очень здорово, что люди отвлекаются от моего канала и не находятся на нем отдельно. Но, опять же, все для людей, все для зрителя, поэтому обижаться на это нельзя, это достаточно здорово. Вот. Здесь мы можем настроить, что увидят подписчики. Вот эти вот недавние действия. Правда, здесь не так что много, честно говоря, возможностей настроек. Здесь ютуб, опять же, и с этой стороны, не только со стороны зрителя, и со стороны заливающего видео он достаточно много сам решает. Трейлер нашего канала — это и есть наше последнее видео, потому что в нем видно, чем мы занимаемся. Другие каналы могут сюда заливать специальное отдельное видео, которое видят только не подписавшиеся. И здесь можно рассказывать, о, привет, я Стас Давыдов, я веду вот этот вот, я веду такой каналчик, здесь я рассказываю о видео, там иногда смешно, видео свеженькие, все такие много набирающие просмотры. Вот так вот, заходите на мой канал, смотрите. Примерно такое увидели бы люди, которые не подписаны и зашли. Но нам не имеет смысла это делать, поэтому у нас вот таким вот образом все оформлено, просто последний выпуск. Беда в чем? Вот я запустил этот выпуск. Привет, я Стас Давыдов. Привет, да, все, молчи. Вот, я запустил этот выпуск. Он очень маленького размера. Чтобы увеличить его, я могу либо на полный экран, либо уже не знаю куда. Приходится нажимать на надпись, которая здесь, кстати, так себе. Ну вот, приходится нажимать на надпись, и только тогда туда идти. То есть для трейлера это хорошее размещение, для последнего выпуска с канала, ну, сомнительно, но привыкнуть можно. Далее что? Появилось вот это просто космически офигенное, вот это вот дико крутой момент нового дизайна Ютуба. Космически офигенная настраиваемость всего вот этого вот, вот этой нижней части. То есть здесь у нас последние добавленные видео, здесь понравившиеся видео, то есть, ну, лайки нашего канала. А здесь можно добавить еще полоски с популярными видео, плейлистами, с записями, тегами. Вау, тегами, ничего себе, вот это что-то новенькое. Ладно, потом разберусь. Вот, причем можно выбрать, это будет вертикальным списком, то есть, ну, идти вниз дальше и прокручиваться. Или вот таким вот горизонтальной полоской, как вот полоска с лайками. Вот, есть один очень-очень, ну, скажем так, не то чтобы неприятный, но новый момент для ютуберов. Теперь, теперь возможность мериться письками стала куда ограниченней, потому что теперь ни количество подписчиков канала, ни количество общих просмотров не видно. Это вот у меня сейчас видно, потому что я зашел. А если я смотрю канал просто со своего аккаунта, то ничего тут нет. Мне видно количество подписчиков только если я сам подписан. То есть, все писькомерство взяли и вот, все писькомерство взяли и спрятали сюда, в информацию. Здесь есть количество просмотров, количество подписчиков. Как бы, опять же, в принципе, дизайнеры ютуба подумали о людях, потому что зачем людям эти цифры? Это реально не самая важная информация. Нам, как ютуберам, да, нам обидно, что наши большие письки хуже видно. Так, дальше. Очень неудобно на данный момент количество ссылок на канал. Сейчас вот сюда в шапочку выносятся две социальные сети у нас. Сюда можно добавить еще несколько, но беда в чем? Из доступных социальных сетей, которые пока что предлагает ютуб, есть вот эти. Здесь нет ВКонтакта. В принципе, мы надеемся, что они добавят через некоторое время, но это печально, что мы туда группу ВКонтакте не можем засунуть. И из ссылок, которые вот у нас есть несколько ссылок на другие сайты, и есть некоторая беда. Из этих ссылок можно вынести вот сюда вот в шапку только одну. Мы пока что выбрали самую важную кнопку «Прислать видео на обзор». Нам бы хотелось еще и ВКонтакте засунуть группу сюда или что-то в этом роде, но пока что здесь все очень ограничено. Мы очень надеемся, что через некоторое время и тут еще что-то добавит, изменит и станет лучше. Скажем так, есть очень много вещей, которые стали лучше, есть очень много вещей, которые сомнительные, и есть много вещей, которым нужно просто-напросто привыкнуть. Так что я пока что доволен новым дизайном каналов на YouTube и надеюсь, что в дальнейшем все только пойдет в лучшую сторону. Я думаю, что чем больше мы будем в это верить, тем лучше. Ну вот, так, собственно, и тогда все. Всем пока.